знаете я всегда рассуждаем слушая все проповедь и думаю господи ну вот вот интересно все-таки ты ведешь самослужение интересно вообще происходит действование найти вот саша проповедовал о том что вот господь хочет нам протянуть руку свою да и он протягивает и он мы не способны друзья я хотел бы проповедовать такую тему время хотя и поджимает но не меня я буду проповедовать друзья может быть даже в продолжении того что что говорил саша то что говорил еще брат верно мной знаете о том что все таки что же все таки нам мешает услышать голос господник услышать вот этот стук что вообще нам мешает друзья как христианам последнего времени обратить свое сердце господу по всей целостности потому что господь всегда говорит что он желает чтобы сердце народа было всегда открыто так или нет друзья чтобы она была способна всегда во всякое время слышать голос и действительно друзья я верю что не все когда будет будет бог будет говорить конкретно горит там стань душа потому что надо выйти тебе с этого места оставить это место потому что придут казни мои все ли пойдут друзья даже если услышат все ли пойдут не друзья знаете потому что состояние есть некое и почему это состояние друзья я прежде чем еще буду говорить слово знаете я хотел бы задать вам всем вопрос один вопрос как вы понимаете место писания лучше открытое обличение чем скрытая любовь как вы понимаете вообще это место писания о чем говорит вообще господь через это слово знаете я вам скажу знаете пусть останется это на размышления ваших сердец но я буду проповедовать на слово и тема моей проповеди два пути два пути смотрите писание говорит в притчах написано так боязнь пред людьми ставить сеть а надеющийся на господа будет безопасен многие ищут благосклонного лица правителя но судьба человека от господа и друзья вот состояние или два положения два пути которые избирает человек друзья и знаете сегодня по большому счету если мы посмотрим банально христина народ божий на христиан последнего времени то все таки я хотел бы задать вопрос какой путь вообще избрали христиане скажите мне первый друзья первый путь путь человека почему потому что здесь писание говорит боец перед людьми ставит все друзья у меня есть несколько пунктов поэтому пусть был богословит выслушать может быть знаете потому что я буду проповедовать не про вас а про нас потому что это большинство случаев касается каждого особенно нас как стоящих как служители перед лицем божьим ну и так же самое многие люди которые собираются потому что друзья сегодня не секрет что народ божий поделился на какие-то кланы на какие-то касты на какие-то подразделения на какие-то сферы своего общения да и она не секрет друзья потому что приходишь какое-то собрание ты видишь а так это там та кучка собралась там та кучка собралась а там та кучка собралась а они собираются по своим интересам да они размышляют о чем-то о чем-то это и вы заметили обычно такой человек когда посторонним вторгается в эту среду подходит к этой группе людей да то сразу что друзья сразу обнимают его брат сестра там он рады тебя видеть заходи или что происходит друзья сразу получается так человек приближается и вся эта категория людей раз и умолкает да даже такое порой выражение его но лучше бы ты не подходил потому что беседа о чем-то шла беседа та которая которая это общество людей не желает пустить постороннего друзья и мы из мира почему из друзья на сегодняшний день очень важно этих два пути найти потому что обычно второй путь путь господен он не так воспринимается людьми божьими как так как то знаете мой последний времени христиане такие как это становимся ну как бы нам не ну не комфортно в этом состоянии находиться знаете потому что писание четко говорит желающие жить богочестиво то что они будут гонимы друзья от кого кому вообще апостол павел говорил эти слова каким христианам желающие жить богочестиво будут гонимы а кем кем друзья такими же самыми как он сам сидящий среди собрания друзья поэтому знаете очень интересно и некоторые вещи есть момент такой вы помните илью пророка до ветхий завет он пришел пришел там 40 дней пришел на гору хорил стал там произошли определенные действия бог ему задают вопрос илья чё ты здесь сюда чего пришел да господи возрюновало тебе но возрюновал человек или возрюновал возрюновал друзья и он говорит господи все пророков твоих убили все все поубили и моей души что ищут что видел или друзья или я видел что он один такой и больше его нема никого на земле те которые бы искали лица божьи она так или нет друзья а вот бог отвечает ему можно ответ ему горит или прочее знаешь что где-то вообще сохранил еще 7000 кроме тебя на этой земле до которые не проклонялись а перед балом а или их видел друзья не видел абсолютно для него это было закрыто вот даже до него было закрыто то что там этого ахава был помощник до советник который скрывал по 50 человек пророка выкормил он их не видел но все-таки были те люди друзья так вот самое первое чем бы хотел сказать друзья первый пункт на котором бы хотел бы остановиться и аков четко говорит он говорит в своем послании такие слова друзья это первый пункт который нас отделяет с вами от господа он говорит такие слова братья мои имейте веру в кого в иисуса христа нашего господа славы как не взирая на лица и дальше он продолжает мысль если взойдет собрание человек богатой одежду а другой взойдет такой вскуда одежды то смотря ты на это ты ему скажешь ты пройди сюда ты себя тому моих ног или там сзади друзья стены это ли состояние сегодняшнего народа большего друзья мы с вами к находимся откровенно буду говорить друзья мы в таком же самом положении иногда мы с братьями сидим и думаем как же поступить он приходит человек такой солидный вовсе знаю да и узнают но мы знаем его и проповеди мы знаем его и поступки здравого поведения и мы уже чешем затылки себе думаем ну как же поступить дать ему проповедь ну надо сводишь епископ а сказать не на не дадим мы тебе слова ну куча обид будет и вот мы уже начинаем в своем переживании все же нам надо делать ну вот 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 состояние наше мы взираем на лица и думаем ну этому человеку ну ладно ладно епископ ну надо дать да дадим ему слово вот он утомит народ все происходит все вроде бы а мы только сидим и воздыхаем ну что же будет дальше а потом только он там пришел ушел он-то остался вне но мы-то с братьями слышим то один подойдет то другой то третий и все нам в бок в бок в бок и воду нужно ну как же поступать но с друзья вот эти обстоятельства которые подвергаются жизни нашей они отдалят почему то потому что мы избираем путь человека мы смотрим на лица мы взрываем на лица на состояние человека который зашел сюда и мы говорим этого человека надо почти а зашел неприметно и сел там азади и мы не за даже брат тут сегодня приехал с украины мы его не знаю да он неприметный мы даже не знали что он собрание есть если бы он сам не попросил самым наверное бы слова не дали даже не подошли к нему друзья говорю реальные вещи почему мы сегодня люди вопрошающие господа и не видим того от божьего присутствия почему дождь она сходит в таком положении не одинаково друзья ведь мы собраны все для того чтобы служить богу так или нет знаете интересный момент вы встречали такой момент когда большинство из нас были в этом состоянии вот братья затянули ади буквально такое будет молитвенное служение приходится туда ну брата положила себя на сердце хорошая проповедь богословенная проповедь начинает проповедовать говорит а кто-то сидит это же молитвенное собрание это же молитвенное собрание молиться надо молиться надо он проповедь говорит тут уже полчаса прошло 40 минут молиться надо а он проповедь все говорит было такого состояния друзья я изна очень интересно с такими людьми становиться на молитву больше двух минут его не хватает он пришел молиться и вот это укор и постоянно мы слышим со стороны друзья и мы знаете соглашаемся с этим друзья что еще делает на состояние то что мы смотрим на лица друзья есть определенные вещи не секрет когда мы служим богу вроде бы так говорил что мы служим богу но поступаем по пути человеческому мы идем путем человеческим из для каких-то людей мы снисходим в обстоятельства до каких-то друзей мы людей мы наказываем строго получается такое обстоятельство потому что мы люди привыкшие друзья но не секрет мы все смотрим с вами начали глазами так или нет и первое что мы делаем мы начинаем судить человека чем взглядом так или нет друзья потом мы уже начинаем обращать внимание на слух свой так или нет что он начинает говорить и таким образом мы оцениваем человека друзья но есть состояние людей когда мы смотрим на это все и думаем вот вот с этим надо вот этому надо вот ну снизойти вот в том или ином а этому не этому не надо с ним сходить я же с ним не имею никакого общения есть ним поступлю строго знаете друзья есть еще другие обстоятельства которые мы смотрим на внешность потому что есть некоторые вещи которые действуют среди народа божия и мы взирая на это все как-то стараемся поступить по человечески когда уходить друзья вы знаете что большинство церквей вот на сегодняшний момент как бы слышал не раз и братья слышали что как бы от служителя стоящих впереди больше делают ориентир на старое поколение на средний век вы слышали такое и знаете почему потому что я понимаю что молодежь если делать ориентир на молодежь то молодежь она не стабильна понимаете она не постоянно она сегодня есть завтра не учеба еще что-то а братья стоящие впереди знают что старцы наши крепки они свежие всегда приносящий плод они всегда в собрании божьем находятся да и попробуй ты что-то сказать потому что если ты что-то начнешь проповедовать против старшего поколения но тут тебе сразу тумаков дадут после собрания тумаков дадут и ты уже смотришь ну как бы с ним позже но не хочется обижать старшее поколение но не хочется они с научены в чем-то как-то правильно себя вели в чем-то их были какие-то свои устой которые уже годами нажиты за домин как бы устоялись а в сердце человека и ты не хочешь их трогать потому что если взирая написание то нам надо сказать что братья или сестра дорогая да не поступаешь ты поистине ты поступаешь по-человечески а если поступать по-человечески то тебе надо отказаться но мы боимся этого делать друзья потому что мы понимаем если мы обидим таковых то они уйдут и это путь человека друзья мы взираем на лица мы взираем на лица потому что нам дорого то состояние которое мы имеем мы как-то переживаем друзья с вами за то чтобы чтобы в собрании было больше людей чтобы какое-то было знаете ну вот как-то много нас было чтобы сбор был хороший и это тоже правильно с одной стороны мы переживаем за это мы и молимся но друзья мы тоже понимаем если мы кому-то скажем обличительную проповедь то такой человек второй раз не придет а раз он не придет значит его мина не упадет сокровищницу и мы стараемся как-то вот так вот ну вот так вот ну чуть-чуть ну вот так где-то слабить где-то сократить друзья при этом господь в сердце говорит что сделать так и так а мы бывают в этом состоянии начинаем но нельзя ну не хочется этого делать надо где в друзья еще больше всего знаете что делается очень интересно нас еще родственные связи очень сильно так знаете сдерживать пути человеческом да потому что как-то хочется родственник ну точнее скажешь родственнику слушай я тебя завтра отлучу да если ты не будешь сами скажешь никогда ты начинаешь всячески его оправдывать да у него работа да у него забота да у него там тысячу проблем каких-то не ну давайте снизойдем ну давайте снизойдем ладно опять же путь человека друзья не путь божий будем выбирается так и друзья вы заметили если страница священного писания очень хороший пример тоже друзья знаете какой по человеческому пути вы помните о весолома помните о весолома сына давидова он очень интересный был человек вы читали его вообще характеристику этого ну юноши или как можно сказать детали вы читали его характеристику друзья этот настолько человек был на внешность приятный что написано слове божье что в нем не было никакого изъяна он был прекрасный видом волосы у него были шевелюра такая знаете что наверное все женщины ходили а весолом идет шевелюра хорошая у него была такая вес ее как стригли так весы у этих падали до самого низа друзья и ой у него мысль была хорошая знаете какая она глубоко внутри его было она глубоко сидела во внутренности его и он знаете что делал он каждого человека встречал каждого человека обнимал каждого человека себе прижимал и еще говорил утешительные слова и говорил ну ты пришел за нуждою да я тебя понимаю но отца моего ой столько дел по царству вот если бы я был я бы твою нужду точно выслушал то я бы тебе точно помог ну вот как не я ну шо ж ну иди тогда к давиду высушать не высушать и человеку сомнения сразу а весолом смотри прекрасный смотри какой чудесный друзья и в нашей жизни так же самое встреча мы находим у нас бывают и люди окружают такие так нам стелят так нам прекрасно говорят тогда мы это мы начинаем восхищаться он откровение нам рассказывает он всякие там проповеди хорошие говорит показывает пример собой друзья но моего не знаем его умысла сердца так или нет лови солома был умысел он хотел стать царем друзья а мы видят это вот внешность видят эти обстоятельства видят то что человек хорошо что-то делает как хорошо проповедует или он где-то там старается трудиться во всяком месте в собрании быть на всяком каких-то и в это присутствовать и воду а вот тут это браток надо его пас смотришь его поставили служителям и все и пошла чернота друзья путь человека путь человека тот который отделяет нас и не таки господь говорит нам все таки нету такой знаете второй пункт который вы хотели орать это том что она самом начале зачитал что страх перед людьми ставит сеть ставит сеть друзья мы порой боимся обидеть кого-то а знаете почему потому что мы понимаем что я здесь скажу там саша да тебе надо покаяться слушай ты уже надоел со своими опозданиями и тому подобное а он сразу на меня в стыке да ты на себя посмотри да я больше в твою церковь не приду нужна на меня такая да я найду там где меня друзья писание говорит так что последнее время станут люди искать люди люди будут искать собрания они не будут ходить где-то по другим местам они будут искать собрания или будут так выражусь общество которое бы проповедник стоящий на кафедре что делал стил бы и к нему слуху говорю у тебя куча билов тебе надо задумала платить я надо три машины выплатить тебе надо дочку замуж отдать сына жени я все понимаю хоть раз воскресенье да только десятинку положить страх друзья страх перед людьми друзья мы боимся сказать открыто слово обличительно потому что друзья действительно знаете есть такое состояние вот страшно нам говорит потому что мы знаем что может быть будут какие-то последствия у нас мы знаем что может сказать сказать скажем грубо человек обидится и потом никогда не не поднимется друзья так вот вопрос в чем же все таки преимущество открытого обличения и скрытой любви чем же преимущество друзья мы иногда боимся когда подходят к нам и говорят здесь спасение или нет спасения и мы начинаем всячески увиливать потому что если сказать что нет спасения такому человеку все все родство уйдет а если сказать есть тоже становимся уже сами перед лицем божьим перед истиной и находим такие зелёте лазейки сами для себя чтобы не обидеть этого человека чтобы не обидеть это родство и мы становимся всячески так уважать больше человеку чем богу друзья есть такое состояние понимаете и вот это самое больше обидно мы потом приходим при лице божием и говорим господи благослови нас мы хотим слышать голос твой а бог говорит я тебе вчера и третьего дня говорил как поступать открыто друзья вы понимаете почему открытое обличение лучше скрыта любви да потому что когда ты человеку скажешь открыто за его недостаток или порог он начальник воспринят это как обидно жил жестко воспримет на тебя на кричит до тебя поругает но прошествие времени друзья когда человек отходит когда ли как говорит остывает от этого состояния он начинает осмысливать что ему сказали это такой человек начинает мудро воспринимать и он говорит точно это есть во мне надо этот изъян что сделать исправить друзья а мы большинство случаев эти изъяны начинаем покрывать скрытой любовью мы же не хотим обидеть хочешь ну вот он такой сякой но пусть ходят собрания да пусть ходят собрания а может как-то где-то ну когда-то бог ему проговорит когда-то господь ему ну откроет давайте лучше за него молиться так или нет друзья так мы поступаем то так друзья дайте я вижу это состояние потому что знаете боль моего сердца мы все время приходим сюда и просим лица божьего моля мы на молитвенной группе об этом просим мы собираемся где-то отдельно по домам мы говорим господи вышли свою благодать на это место да будет твое действие божьей благодати в дарах духа святого а господь говорит то исправьте пути свои ничего не надо исправьте пути свои начните правильно поступать сообразно слова божья не угождайте человеком друзья мы стараемся очень угодить человеку и знаете может быть знаете я сам по себе я не люблю когда знаете где-то надо срезать углы я поступаю надо так и я каюсь перед лицем божьим я поступаю где-то срезаю углы чтобы не было так остро друзья но я уже знаете по большому счету рожек наелся этого обмана рожек так говорит человек уже знаете меня всегда задается вопрос я задаю одной душе спрашиваю вот она не ходит собрание до душа это время от времени посекает посещает я задаю вопрос душа ну как ты думаешь вообще наследовать спасение ну как ну вот скажите мне друзья как человек вольно себя ведущий может унаследовать спасение меня всегда друзья интересует один момент потому что апостол петр говорит своем послании он говорит очень серьезное слово мы почему-то на его мы как христиане не обращаем внимание друзья он говорит такие слова что время начаться суду с дома божьего с нас друзья с нас но он говорит еще дальше то что суды то судами это слава богу что будут они с нас друзья ну дальше написано если праведник едва спасается слышите меня праведник едва спасается человек пребывающий благодать и старающий исполнить полностью писание слова божья то как тогда будет спасение тому который беспешная праздник проводит жизнь свою скажите дайте мне дайте мне ответ друзья мы хотим чтобы бог действительно посещал свой народ аминь мы хотим чтобы как говорилось сегодня петру петру не надо было делать ничего он проходил день совершала свою работу друзья мы хотим это видеть так или нет мы хотим видеть чтобы это божья сила она пребывала на этом месте поэтому господь говорит изберите путь мой путь не лжи путь не лицеприятия неугождение человеку не страха перед людьми что они уйдут или не придут друзья я всегда говорил братья может быть простите меня но я всегда говорил в нашем собрании будут те которые должны быть здесь а так или нет не надо беспокоиться о том что что-то вот ой надо позвонить вот надо это не будет тот который господь усмотрел на этом месте другого друзья не будет и чем бы ты его не привязывал веревкой служением или еще чем-то если человека сердца не направлено на путь господний он никогда не останется в присутствии божьем это говорит слово божье такой человек будет отдаляться и ты его хоть чем завлекай сюда хоть всякими обещаниями он не придет друзья хотелось бы чтобы мы понимали осознали мы хотим исполнять волю божью хотим идти путем господним друзья самый лучший пример дави я не говорю за христа это идеальный пример идеальный пример он всегда собирался с людьми и знаете мне чего во христе всегда поражало он поражало то что он не взирал на лица или взирал не взирал вокруг него было на тот на то время высшая сфера духовенства приходила к нему а он что делал ой фарисеев ты кто первосвященник кифа какой-то молодец как ты народ ведешь вот бы тебе вот от того еще чуть-чуть не хватает и вот этого тебе из нет друзья он смотрел на них и говорил порождение их едины гробы окрашены почему ну потому что вы перед людьми служите друзья и сегодняшний день я знаете очень интересно знаете в состоянии вспомните когда вы покаялись кто помнит момент своего покаяния все помнят вы помните свое желание служения богу вы помните где вас четко различали это правда это неправда вы помните то состояние когда вы четко могли подойти любому человеку и сказать ты не прав ты грешник я надо покаяться помните друзья проходит время мы попадаемся общество христиан и вот это чувство они у нас настолько притупились а до сегодняшнего дня что мы боимся это делать страх перед людьми нам ставить сеть ради мы боимся за свой авторитет как о нас будут говорить как буду говорить посторонние апостол павел этого почему-то не боялся он говорил такие слова аренне все равно к ко мне думает кто люди ну ду было одно желание или у него один страх был перед лицом божьим чтобы он на нем сказал правильно так или нет друзья вот это из важного там и друзья написано тоже это видео если вы посмотрите эту историю мужа божья потому что о нем написано что господь восстановит его скинью давидову друзья не моисееву а давидову скинулась но мы прежде чем было такое в состоянии у давид он имел одну особенность друзья а какую особенность он написано с раннего утра я искал кого господа слышите меня с раннего утра искал лица господа у него были ошибки так же самое как и мы человеке друзья но у него было желание сердце всегда находить друзья он был бизе забезенный или нет очень был забезенный но он говорит дважды приклоняю колено перед моим господом момент у него колени мои из не могли отчего от поста человек руководящий страною но почему-то он не смог не говорил себе оправдание у меня работа и куча белок лежит он находил время всегда посвящать кому господу друзья это есть путь господин апостол павел говорит я не буду зачитывать хотя бы сам сейчас помолиться апостол павел говорит если бы и по сей день угождал людям то что для него был разбом христовым тогда бы соблаза на христе уже что прекратился друзья студия у павел до обыкновенно делал пришел увидел петра который лицемерит и говорит ты лицемер потому что когда язычниками находишься по языке поступаешь а пришли иудеи начинаешь таиться лицемер как было петру друзья скажите меня как было петру да неприятно потому что апостол павел его обличил не отдельно не завел в уголок отвлечил при всех друзья и с ним написано были увлечены такие как его друг то варнава сын утешения он тоже был в этом увлечен но павел почему-то имел смелость сказать и лицемер одному и второму я могу сказать пышным он знает и гулько знает но я не могу сказать саши потому что я боюсь сед стоит передо мной я ему скажу он на меня обидится еще свою семью заберет отсюда вы понимаете друзья вот чем важно сегодня нам друзья мы хотим с вами божья благодать мы хотим этого божьего присутствия но я думаю не на нам надо нечто пересмотреть сердцах свои нам надо друзья взыскать лица божьего нам надо оставить эти всякие лицеприятия которые есть которые мы уже наводнены друзья нам надо больше в нику священное писание которое лежит на поверхности друзья потому что господь действительно он протягу он стучит твое мое сердце и он дает правильный друзья вы было вас такое вот разговариваете с человеком знаешь как надо сказать по слову божьему они сказал а утаил отошел после разговора и осадок на сердце если ли нет такое да есть друзья почему потому что по лицеприятию потому что из-за страха потому что сеть поставлена а может быть друзья вот это именно слова нужно было и сказать может быть таким образом ты может быть приобрел эту душу может быть таким образом человек в разгневался час по прошествии времени он придет и скажет тебе спасибо что ты настаившу ты ему открыл глаза друзья а мы боимся мы боимся мы скрываем мы поступаем по лицеприятию мы стараемся больше угождать людям а как провести собрание давай вот так вот а вот тут гости давай вот это сделать и это все делается друзья это все поступается а потом мы говорим господь приди божью благодатью сюда на это место господь говорит вы лицемеры простите меня за такую откровенность да но друзья я вижу это состояние я вижу как многие церкви отступили от путей в господне я вижу как многие церкви собраны по клана по богатству по каким-то достижениям по каким-то сферам куда по стороннему человеку невозможно попасть невозможно подойти на душе когда подходишь а тебя чуждаются тебя бегут друзья или обидел то же самое он не увидел семь тысяч которые были сохранены он никого не видел он себя куда не проходил он везде был гонимый он везде стыкался какими-то обстоятельствами но семь тысяч то было друзья и у нас среди нас есть те которые искренне ищут лица божие амин друзья я верю что вы все желаете искренно лица искать лица божия кто-то поможет нам господ друзья поступать не по лицеприятию не угождать не человеком друзья но более стараться угождать господу во всем поступать честно иметь добрую совесть которую мы однажды с вами обещали при завете с ним на воде друзья хотелось бы чтобы действительно божья благодать когда мы приходим как петя говорил в пятницу были такое состояние когда ты приходишь и ты уже чувствуешь что на этом месте есть господь что молитва божья она покрывает это место облаком славы своей и ты просто наслаждаешься друзья хотелось же нам быть таких собраний хотелось или нет друзья мы радуемся когда на нас сходят маленькие капельки дождя и мы принимаем это за великое благословение но у бога есть больше амин друзья у него есть намного лучше друзья у него есть намного прекраснее чем мы с вами до чего-то достигли поэтому да поможет нам господь чтобы нам хотелось бы много сказать я-то знаете две страницы исписал из этого не буду говорить потому что но ну поймите меня это боль моей души я знаете я хочу служить богу я хочу видеть чтобы народ божий собираясь сюда действительно имел присутствие божие чтобы не просто человек пришедший сюда отсидел два часа и ушел не неся за собой ничего у них и хочется друзья чтобы действительно когда мы преклоняемся при лице божьем когда облако славы сходит на нас чтобы в наших сердцах нечто менялась а друзья чтобы уходили отсюда не своими понятиями человеческого рассуждения но чтобы наше понятие изменялось а в образ божий чтобы чувствование его ты приобретал чтобы ты понимал что уходя отсюда ты должен быть светом среди тех людей которые находятся рядом с тобой но твои поступки они соответствовали поступкам божьим которые летят уже друзья потому что знаете большинство людей из нас мы смотрим на какого-то проповедника начинаем подражать начинаем еще что-то стараемся голос под его поделать на жесты какие-то обращаем внимание друзья написание нам говорит что нам нужно подражать тем которые уже завершили свой путь который конец был приятен который был за свидетельство господом что он действительно есть муж божий на таковых надо подражать друзья к сожалению сегодня я не вижу таковых сегодня только моем сознании по память о тех которые ушли раньше сегодня нету тех друзья я не нахожу может быть я сомневаюсь а может я точно так же как или не вижу этих людей я знаю много людей которые все таки стараются искать лица божия туда поможет нам господ друзья чтобы нам возривновать а прежде всего друзья возривновать о чистоте возривновать о чеслятости возривновать или вернуться друзья к тому что от самого начала пятницу было проповедано пойти на исповедь друзья освободиться от своих этих всяких обременений от всяких своих тяжких каких-то знаете грузов которые мы с вами волоком порой бывают по по несколько мешков и не знаем как и сбросить друзья вот мы ходим как здесь было в откровении собираем эти камни в сосуды а воды оттуда не имеем да поможет нам господь помолимся об этом да но а а Продолжение следует...